Приветствую всех любителей шахмат, мы продолжаем разбирать партии финального турнира Champions Chess Tour и сегодня рассмотрим вчерашний разгром, который случился в поединке Магнус Карлсон-Максим Вашьелограф. Итак, Магнус берет коня и скачет им на поле F3. Вашьи устанавливает пешку в центр, Карлсон применяет дебют Ретти, жертвой пехотинца. Правда, в случае взятия пешку можно отыгрывать по-разному. И провести двойной удар, забрать пешку ферзем, и сыграть коня 3 съесть на поле C4 конем, либо сыграть Е3 в духе принятого ферзевого гамбита. Так что в нашем поединке французский гроссмейстер не берет на поле C4, а укрепляет центр ходом Е6. Магнус фенкетирует слона, черный развивает коня. На ответный слон же 2 подготавливает рокировку, следует эвакуация королей и двойное фенкетто в исполнении 16-го чемпиона мира. Максим играет принципиально, Д4 захватывая пространство, Магнус подрывает центр, черный защищает пешку ходом конь C6. После размена в центре доски, казалось бы, у белых образуется отсталая пешка на поле Д2, слабое поле Д4. Но с другой стороны черные немножко отстали в развитии, нужно как-то решать проблему с трудоустройством своего офицера. Норвежец темпом нападает на коня, черный вынужден тратить время на его защиту. Белый полностью завершает развитие, и здесь основным продолжением является размен на поле F3 с последующим ходом слон Д4 и примерно равной игрой. Брать пешку на Д2 не рекомендуется, поскольку белый отвечает наскоком конь А4 и захватывает инициативу. В нашем же поединке Максим, ваш елограф, хочет и лягушачьи лапки съесть, и сковородку не помыть, и центр захватить и открыть дорогу белопольному слону. Но Магнус Карлсон полностью отмобилизовался и приступает к активным действиям в центре доски. Француз нападает на лошадь, норвежец защищается продвижением F4, черный офицер оказался с низким уровнем интеллекта, никак не может понять поставленную перед ним боевую задачу. Мечется взад и вперед, делая уже четвертый ход в дебюте из 12 сыгранных. Карлсон тем временем защищается от угрозы взятия на поле B3 с шахом, ваш елограф пошел ферзь Е7, и Магнус задвинул Жоржа! Ладья становится в засуду, просвечивая рентгеном королеву, пехотинец дает пинка под зад коню, после отступления на поле D7 создается угроза взятия с последующим ударом на G5. Да, тракийская орда приближается к королевскому замку. И меньше Мизол был обмен на поле Е5 с последующим ходом кони F5. У белых сильная атака на королевском фланге, но черные могут еще отбиваться. Вместо этого в партии французский гроссмейстер играет конь F8. Черный всадник показывает, что возможно офицер не самый крупный идиот в их дружной кампании. Магнус вбрасывает ферзя в зону, черный играет конь G6, колоссар продолжает с дикими криками кружить вокруг черного короля. Максим предпринимает попытку поменять чернопольных слонов, но пропускает удар кованым копытом. Белый выписывает шаг и наваливается на пешку H7. После взятия пробивает пехотинцем, нападая на ферзя, и дальше подключает коня к атаке, угрожая матом в два хода. Предводитель армии черных пытается сбежать от правосудия, но после взятия необходимо защищаться от мата. Магнус карался натыгрывать фигуру, и на 23-м ходу Максим Вашилограф сдался. Дело в том, что у белых две лишние пешки и решающая атака на черного короля. В то время как ладья и слон решили остаться дома и посмотреть этот матч по телевизору. Напишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по поводу столь ранней капитуляции. Ну и в завершение разбора я хотел бы выразить благодарное за оформление спонсорской подписки Константину Штерну. Поддержите же его видео лайками, репостом, потому что шахматы это круто.